Ямал 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 Ямл Ямал Ямал выполняются работы по реконструкции участка тепловодомагистрали на улице Мира. Данный контракт является двухлетним. В прошлом году прошел первый этап работ. На сегодня к завершении идет реализация второго этапа. Задача данной реконструкции – увеличение пропускной способности водопровода, замена обветшавшего участка сети и переустановка современных материалов. Ввиду задержки поставок из-за сложной навигационной обстановки произошло нарушение графика проведения работ, но для скорейшего завершения были привлечены дополнительные силы и средства. Также для того, чтобы не нарушить температурный режим в жилых помещениях, в жилых домах, граждан, нами был выполнен монтаж временной сети теплоснабжения, дома подключены, спальный корпус школы интерната подключен, поэтому срыва и нарушение теплового режима в жилых помещениях не произошло. В настоящее время на объекте все необходимые материалы в наличии. Процент готовности объекта составляет 85%. Общий объем работ составляет 210 метров. Наземная часть с протяженностью 80 метров уложена в полном объеме. Заканчиваются работы по подземной части – 130 метров. По словам представителя компании, все работы будут закончены до наступления низких температур, и тепловодная магистраль будет запущена по постоянной схеме. Также я хочу, пользуясь случаем от лица компании, выразить слова извинения за доставленный дискомфорт жителям и арсалинцам, которые проживают на данном участке улицы Мира, а также поблагодарить их за понимание ситуации. Мы надеемся, что в течение ближайших дней мы запустим трассу по постоянной схеме и улучшится, и в состоянии более комфортной ситуация с обеспечением людей как теплом, так и чистой водой. В следующий понедельник, 5 октября, педагоги всей страны встретят свой профессиональный праздник – День учителя. По этому поводу во многих школах пройдут тематические мероприятия. Так, в эмальской школе-интернате по сложившейся традиции состоится День самоуправления, но условия ограничительных мер дали повод внести изменения в его проведение. В этом году в День самоуправления будет два формата обучения – школа учителей и школа учеников. В школе учеников ребята будут в своих же классах обучать своих же ребят, попробуют себя в роли учителей, к этому тщательно готовятся, прорабатывается программа, ребята готовят материал и с удовольствием ждут этого дня. В школе учителей ребята-старшеклассники будут преподавать различные предметы своим педагогам. Не менее интересное событие запланировано в селе Мускамин. Ввиду действия ограничительных мер было решено не проводить массовые мероприятия. Вместо этого школьники репетируют концерт, который будет записан на видео и размещен в социальных сетях. В концертной программе прозвучат слова поздравлений, благодарности, песни, стихи. Участие в ней примут как старшеклассники, так и младший класс. Сейчас мы нарабатываем рабочий такой грязный, скажем так, материал, который потом будет монтироваться и получится замечательное мероприятие, которое мы осветим и выгрузим на страничку ВК нашей школы. Редактор субтитров А.Семкин